Друзья, всем привет! Вы на канале Парадайз. Меня зовут Никита. Всех рад приветствовать. Завтрашнего дня, с четверга, четыре дня у нас полного карантина будет. До этого было два раза уже такое, то есть суббота-воскресенье. Сейчас решили четверг-пятницу-суббота-воскресенье. Меры вроде оказались действенными. Вирус пошел на спад, эпидемия пошла на спад. Все больше и больше поступает позитивных новостей, что сезон все-таки откроется, что все-таки все будет, что вроде бы все налаживается. Поэтому четыре дня будет карантина, все будем сидеть по домам. У нас также тоже ввели здесь штрафы. Чтобы погулять, выйти на море, где-то примерно надо заплатить порядка 35 тысяч рублей. В пересчете на рубли. Сегодня о чем будет видео? О чем будет видео? Я сегодня поеду для своей клиентки, покажу, как там строится White Palace, наш любимый, дорогой. И хочу заодно вам снять небольшое видео про микрорайон Оба. Все время его так нахваливаю. И хочу просто показать его из машины, немножечко проехаться, показать, почему он мне так нравится, почему я считаю его таким более подходящим из всех микрорайонов для жизни, для ПМЖ. Ну и вообще, в принципе, я думаю, будет для вас интересно, кто сидит там дома на карантине, так вместе со мной, можно сказать, проедетесь на машине, посмотрим. Покажу вам, что здесь есть, покажу микрорайон изнутри. Все. Меньше слов, больше дела. Вас же, в свою очередь, попрошу поставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И поехали! Итак, друзья, давайте отправной точкой возьмем торговый центр «Аланиум». Вот он прямо у нас. Конечная точка, наверное, будет, давайте морем закончим, да? Посмотреть на море. Напоследок подышать воздухом. Йодированным. Так, налево я уже туда ездил. Ну, то есть, прямо, точнее. Налево нельзя. В общем, что? Торговый центр «Аланиум». Торговый центр «Аланиум» – это у нас самый такой популярный торговый центр, где можно очень много всего интересненького купить по хорошей цене. Есть там хороший очень магазин, называется «Бойнер». Там все брендовые вещи стоят раз, не знаю, в пять дешевле, чем у нас. А может и больше. Лежачие полицейские. Мы сейчас направляемся ко второму гипермаркету. Гипермаркет называется «Метро». Я живу совсем рядышком с этим гипермаркетом. Но цены, конечно, там не очень-то и дешевые. Хотя, вроде как бы, «Метро» он славится тем, что у него дешевые цены, как бы оптовка, да, считается. Но нет, на самом деле, по городу можно найти, что касается продуктов, это 100%, можно найти цены и подешевле. Вот он, смотрите, у нас слева. Наш магазин «Метро». Я надеюсь, будет видно на камере. Так, мы не успели. Здесь, кстати, у нас «Метро» не так устроен, как в некоторых российских городах. Как мне мои подписчики рассказывают, что там можно брать только оптом. Здесь можно брать в том числе и в розницу. Что касается нашей вот этой, будь и напроклятой, эпидемии коронавируса, здесь турки очень дисциплинированные, все входят в масках, в перчатках, ну, практически, да, все. Вот. Маски запретили продавать с недавних пор, теперь их раздают бесплатно. При входе на рынок, например, рынок до сих пор работает, стоят полицейские, раздают эти маски бесплатно. Если ты пенсионер, например, и у тебя нет возможности выйти из дома, ты можешь заказать на сайте, и тебе привезут их прямо домой. Перед нами большая новая больница, поликлиника. Что является, да, для микрорайона уже, наверное, третьим плюсом. Что у нас было? Ланям, метро. Больница. Чем мне нравится этот микрорайон, в отличие от Махмутлара, да, например, Махмутлар мне тоже нравится. Он, видите, у нас малоэтажный весь. Он малоэтажный и в основном состоит из новостроек. Все домики, видите, новенькие, приятные. Соответственно, контингент тоже в основном иностранцы. Много наших земляков. Ну, в принципе, вот так вот приятно выглядит. Микрорайон. Ну, сейчас вы еще убедитесь в этом. Чуть-чуть проедемся. На улице, кстати, плюс 22 градуса. Погода вообще шикарная, просто отличная. Так хочется вообще уже выйти погулять по центру, туда-сюда, на море. Не знаю, можно ли уже искупаться, но приходится сидеть дома большую часть времени. Давайте с вами... Вот, давайте поедем прямо. Видите, какие приятные, можно сказать, европейские, да, улочки. Все новенькое, все чистенькое, аккуратненько все. Не знаю, мне микрорайон этот нравится больше всех вообще. Много, видите, участков еще свободные пока, не застроенные. Вот, давайте поедем. Оба лайфгарда. Давайте еще чуть-чуть проедемся. Вот это Мигрос. Дом, видите, какой симпатичный. Это у нас наш местный супермаркет. Но, сразу говорю, Мигрос. Цены там не дешевые. Например, есть такие магазины, как Шок. А-101. Там, конечно, ценник совершенно другой. Вот здесь, видите, еще много свободного места. Вот эти участки. 100% здесь скоро будут стоять новые новостроечки. Какие же малоэтажные, симпатичные. Если мы повернем направо, здесь у нас будет школа. Сейчас я вам покажу ее. Так-так-так-так-так-так. А, мы ее уже вот проехали. Вот она была. И вот так вот, собственно, выглядят улицы. Не знаю, по мне так очень-очень уютно. Вот он, Шок, Шок, видите, гипермаркет. Ну, и давайте направимся в сторону моря. Итак, мы выехали опять на центральную дорогу. Бензин, кстати, у нас опять подешевел. Здесь цены очень быстро корректируются в соответствии с ценами на нефть. В отличие от нашего, от нашей страны почему-то, что цена растет на нефть, что падает. У нас на бензин цена... Вообще, я не видел такого, чтобы у нас вообще упала цена на бензин. Я, во всяком случае, не помню такого. Если кто-то помнит, напишите в комментариях, было ли вообще такое. Слева у нас получается море. Также микрорайон оба, но уже, можно сказать, такая первая береговая, да? Мы живем на второй береговой. Кстати, да, почему именно на второй береговой? Вот Максим у нас был на интервью. Он как-то жил на первой вот этой береговой и засыпал по такому аккомпанемент местного кафе. Здесь, конечно, вот такая туристическая зона. Если бы сезон у нас бы не перенесли, то сейчас бы уже здесь было бы куча народу. Для ПМЖ, конечно, ну, я считаю, не очень подходит, потому что домой все-таки охота прийти и наслаждаться спокойствием и тишиной, да? Здесь, конечно, будет весело. Вот видите, повсюду-повсюду кафешки, кафешки, кафешки. Ну, как вам вообще в целом, друзья, вот микрорайон? Я не знаю, вот езжу, еду сейчас. Балдею просто от него. Просто такое райское местечко. Так, поворачиваем налево. То есть направо, да? Здесь кое-где можно застать даже старый вот этот фонд. По городу, кстати, активно, несмотря на карантин и все остальное, активно идут дорожные работы. Мэр ездит, все контролирует. Мэр вообще красавчик. Что касается мэра, вот вообще я просто подписался на его инстаграм. И реально человек вообще в кабинете, можно сказать, вообще не сидит. Постоянно, постоянно он везде участвует, везде все там, раздает сам эти маски. Везде что-то там всем помогает, там проверяет, все ходит. Ну, а чего стоят одни только вот эти детские площадки, например, от администрации города. Вообще, я просто когда их вижу, у меня, конечно, восхищение вызывает. Ну что, друзья, мы выехали на море. Вот у нас, в левом море у нас. Вот она надпись Алания. Давайте чуть повернем даже камеру. Так. Как можете видеть, все равно, видите, люди ходят, бегают. Видимо, я не знаю, как-то карантин, именно вот на вот этот, на выходных полный, да, карантин. А так все-таки, ну, видно, где-то полицейские гоняют. Но все-таки люди, видите, как можете видеть, гуляют, ходят. Но нет-нет, мне кажется, могут до вас, вот, задать вам вопрос. А так-то погулять очень хочется. Вот я на них смотрю, я тоже вот думаю. Записывал сегодня в инстаграм. Там, в общем, все дома увешаны флагами турецкими. Вот они вообще патриоты. 23 февраля, то есть завтра у них день детей, получается. И день независимости, типа день суверенитета. Вот. И они все вывешивают флаги. Да, блин, вспоминаю, прям как я тут гулял. В общем, относятся к праздникам немножечко по-другому, вот таким вот государственным, чем мы. Здесь вот эта первая береговая, в большинстве своем, это все отели. В одном из таких отелей мы как раз останавливались, когда с Женей только приехали. Видите, все желтенькой вот этой ленточкой все, все пальмы завязали, обвязали. Но, несмотря на это, видите, люди все-таки гуляют, ходят. Кто в маске, кто без. Ну и все, друзья. Мы едем уже в сторону центра. Уже начинается центр, Клеопатра. Здесь, видите, тоже делают дорогу. Мы уже развернулись. Я решил завершить это видео. Все-таки выйти из машины. Выйду чуть-чуть на пляж. Я надеюсь, ничего со мной не станет. Все ходят. Я тоже хочу. Сейчас по-быстрому выйду. Сюда запаркуемся быстренько. По-быстрому выйду на пляж. К морю. И завершим это видео. Друзья, ну вот оно морюшко. Кстати, еще один плюс микрорайона оба. Здесь нормальные песчаные пляжи. Кое-где, видите, более галичные. Кое-где. Хорошие песчаные пляжи. Но это все, видите. Сезон до сих пор не открылся. Вот эти все как окопались. Это же все будет разравниваться. Здесь везде будут стоять шезлонги. Будет красота. Блин, сейчас бы не арестовали бы меня где-нибудь. Море надо подрогать. Подрогаю море и все. И назад. И назад. Вот она. Вот она. Ну, вода на самом деле не такая уж уже и холодная. Вот я вижу, все-таки в воде вот есть немножечко вот эти скалистые образования, что ли. Так их можно назвать. Но там я видел пляжи, выходил. Хорошие пляжи. Махмутларе, например. Конечно, прям каменные, каменные. Все, друзья. На этой классной ноте, позитивной, я хочу закончить это видео. Надеюсь, вообще, все-таки побыстрее бы все это закончилось. И уже увидимся здесь, в Алане. Буду рад вам помочь. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok